Михаэль промеряет глубину перед собой веерными забросами. Он обнаружил с левой стороны выход на мель, справа глубину около двух метров и прямо перед собой свал на два с половиной метра. Михаэль надеется, что прикормка будет собираться у основания свала, но, может быть, во время рыбалки точку придется менять, каждый раз заново выстраивая прикормочный стол, пока не удастся обнаружить рыбу. И, конечно, для точного попадания он использует заметный ориентир на противоположной буне. Мы рыбачим сегодня на реке Ваал в Нидерландах. Здесь, на центральном русле Ваала, сильное течение. И хотя оно ослабевает между бунами на таких участках, как этот, после прохождения каждой баржи много прикормки уходит с точки ловли. Поэтому я использую в прикормке более крупные частицы и более крупную насадку, например, кукурузу. Базой для прикормки служат две смеси. Во-первых, очень вязкая смесь. Благодаря ей на прикормочном пятне будут хорошо удерживаться крупные частицы, зерна кукурузы, кастеры и черви. Количество этой смеси 1 килограмм. Вторая составляющая включает в себя крупные частицы и кориандр. В результате получается комбинация из двух смесей разных сортов, одна из которых состоит из мелких частиц, а вторая из крупных.